Это видео посвящено несоблюдению формы сделки как основанию ее недействительности. Сама по себе форма сделки играет очень важную роль с одной стороны для обеспечения доказываний, а с другой стороны для обеспечения свободы волеизъявления, чтобы предоставить сторонам сделки возможность четко определить, в какую сделку они вступают. Однако, к сожалению, на практике зачастую стороны обращаются к несоблюдению формы сделки для того, чтобы злоупотребить правом, чтобы уничтожить сделку. И в этом видео мы как раз с вами обсудим, во-первых, сами формы сделок, затем последствия их несоблюдения и, наконец, рассмотрим возможности предотвращения злоупотребления. С самого начала очень важно еще раз подчеркнуть, что форма сделки является в соответствии с гражданским правом Казахстана свободной. Она является частью свободы договора и вследствие этого стороны могут заключать сделки как устно, так и письменно. Это напрямую предусмотрено пунктом 2 статьи 151 гражданского кодекса. И лишь только в тех случаях, если это законодательно предусмотрено, либо одна из сторон сделки потребовала какой-то определенной формы, эта форма становится обязательной. Гражданский кодекс выделяет две основные формы сделок – устные и письменные. При этом к устным сделкам относятся также конклюдентные сделки, а к письменным также заключенные в нотариальной форме. Итак, устные сделки. Обычным случаем заключения устной сделки являются переговоры, которые происходят в присутствии двух лиц и непосредственным образом. Мы уже говорили о подобных сделках в контексте направления и получения оферты и акцепта. Однако следует различать устное волеизъявление, то есть устную оферту либо устный акцепт, и моментах направления и получения от устной формы сделок. Скорее всего, когда мы говорим о получении устной оферты или о получении устного акцепта, мы говорим о получении волеизъявления, сделанного в присутствии, а не о устной форме сделки. Что означает устная сделка в значении статьи 151? Итак, сделка, заключенная в каком-либо чате, будет считаться, скорее всего, письменной. Мы с вами еще об этом поговорим, когда будем обсуждать письменные сделки. Однако моментом получения волеизъявления в рамках переписки в чате будет считаться момент его непосредственного восприятия. То есть речь идет о присутствующих лицах, которые непосредственно общаются друг с другом, и вследствие этого волеизъявления непосредственно воспринимаются. К устным сделкам относятся и так называемые конклюдентные сделки, в рамках которых лица своим поведением выражают свою волю к заключению сделки. Например, въезд на платную парковку означает, что лицо готово оплатить стоимость парковки за возможность припарковать там свой автомобиль. В тех случаях, если форма отдельных волеизъявлений в рамках одной сделки различается, например, оферта была сделана письменно, а акцепт устно, то тогда, как правило, применяется наименее строгая форма, то есть в данном случае сделка будет считаться совершенной устно. Однако из этого основного правила существуют исключения. Наиболее важным исключением является совершение действий по выполнению условий договора, предложенных в письменной оферте. При наличии письменной оферты и совершении действий по выполнению сделки, письменная форма сделки считается соблюденной. Мы уже говорили о том, что в определенных случаях может быть сложно истолковать, к какой непосредственно оферте относятся действия по выполнению предложенных условий. Однако в данном контексте, если мы сможем связать выполнение действий с офертой и сможем найти вот это вот соглашение, эту сделку, то ее письменная форма будет обеспечена. А теперь давайте рассмотрим требования к письменной форме сделки. Гражданский кодекс в пункте 1 прим статьи 152 предусматривает, что письменная сделка может быть совершена на бумажном носителе или в электронной форме. Далее Гражданский кодекс уточняет, что обмен документами также обеспечивает соблюдение письменной формы сделки, а затем приравнивает широкий список методов заключения сделки, которые приравниваются к письменной форме, в частности обмен письмами, электронными документами и так далее. Однако важным ограничением является необходимость определения субъектов и содержания воли изъявления. Таким образом, право Казахстана предполагает лишь строгую письменную форму, в рамках которого можно определить как содержание воли изъявления, так и безошибочно идентифицировать субъекта, который выразил эту волю. Недопустимая, однако, форма, в рамках которой возможно установить воли изъявления без четкой идентификации субъектов, например, обмен электронными письмами, которые не содержат квалифицированную электронную подпись. По сути, любой документ должен быть подписан либо собственноручно, либо с помощью квалифицированной электронной подписи. Необходимо отметить, что многие правопорядки на сегодняшний день предусматривают и промежуточные формы между устной и очень строгой письменной формой. Это как раз те случаи, в которых воля изъявления либо сделка фиксируется на каком-то бумажном либо электронном носителе без возможности идентификации субъектов, которые изъявили свою волю. Подобная трехуровневая квалификация форм сделки позволяет более гибко регулировать различные формы сделок, в особенности с учетом того, что на сегодняшний день количество заключенных сделок растет, а сфера применения квалифицированных цифровых подписей остается довольно ограниченной. Интересно, что Гражданский кодекс Казахстана предусматривает возможность более строгих форм сделки, которая должна быть закреплена законодательно либо в договоре. Прямо не предусмотрена возможность более мягких форм сделок, как, например, мы уже говорили, фиксация какой-либо сделки на электронном носителе. Однако с учетом принципа свободы договора стороны могут между собой договориться о том, что сделка должна быть зафиксирована на электронном носителе только в том случае, если законодательно не предусмотрена более строгая форма для этих сделок. То есть, если допускается устная форма, то стороны могут между собой согласовать более строгую, чем устная форма сделки и более мягкую, чем письменная. А теперь давайте рассмотрим последствия несоблюдения письменной формы сделок. Для начала я предлагаю вам вернуться к дискуссию, которую мы уже вели с вами при обсуждении заключения договоров. Итак, Гражданский кодекс регулирует последствия несоблюдения формы как в главе 4, которая посвящена сделкам, так и в главе 22, которая регулирует заключение договоров. Если в соответствии с главой 4 последствием несоблюдения формы сделки является недействительность данной сделки, особенно в случаях, если это предусмотрено пунктом 2 статьи 153, то в соответствии с главой 22, в особенности с пунктом 1 статьи 393, предусматривается незаключенность договора, если не были соблюдены надлежащие требования формы. В данном контексте вряд ли можно ссылаться на то, что глава 22 является более специальной по отношению к главе 4, так как регулирует лишь договоры, то есть заключение договоров, которые являются одним из видов сделок. Так как договор является основным видом сделки и нормы, которые применимы к договорам, также применяются и к сделкам вследствие прямого указания гражданского кодекса, мне кажется, должен быть выработан единый подход. В судебной практике, как правило, несоблюдение предусмотренной формы рассматривается как основание недействительности. Сложно определить истоки данного противоречия в гражданском кодексе. При этом необходимо отметить, что данное противоречие существует и в Гражданском кодексе Российской Федерации и других постсоветских государств. Можно отметить, однако, с уверенностью, что в подавляющем большинстве случаев правоприменительная практика относится к вопросам несоблюдения формы как к вопросу недействительности, а не незаключенности договора. И данный подход представляется нам правильным. Хочется, однако, еще обратить ваше внимание на то, что нормы о форме договора, которые закреплены в главе 22, в частности, статья 394, которая регулирует форма договора, должны подлежать применению. Однако они будут подлежать применению в контексте недействительности сделок. Итак, ключевыми нормами, которые регулируют последствия несоблюдения формы сделки являются пункты 1 и 2 статьи 153. В частности, пункт 1 статьи 153 определяет, что несоблюдение письменной формы сделок не влечет их недействительности, а лишь исключает возможность использования свидетельских показаний сторонами сделки. При этом использование всех иных видов доказательств допустимо. То есть, по сути, пункт 1 статьи 153 не регулирует недействительность сделок, а лишь допустимость определенного вида доказательств, в частности, свидетельских показаний. Пункт 2 статьи 153 предусматривает ничтожность как правовое последствие несоблюдения формы сделок только в тех случаях, если это прямо предусмотрено договором, либо законодательством. Ярким примером подобной нормы является, например, пункт 3 статьи 153. При несоблюдении простой письменной формы внешнеэкономическая сделка считается ничтожной. Еще в качестве примера можно привести статью 294, которая регулирует форму соглашений о неустойке. То есть, можно прийти к выводу, что если норма напрямую не предусматривает ничтожность как правовое последствие несоблюдения формы сделки, то единственным последствием несоблюдения формы сделки будет невозможность использования свидетельских показаний. Однако при ближайшем рассмотрении мы можем заметить, что данный подход не всегда хорошо работает. Давайте рассмотрим этот вопрос на примере пункта 1 статьи 494. Эта норма предусматривает, что договор продажи предприятия заключается в письменной форме. Применяя предложенное нами толкование, можно прийти к выводу о том, что несоблюдение письменной формы будет вести лишь к недопустимости использования свидетельских показаний, так как ничтожность как правовое последствие напрямую не предусмотрена этой нормой. Давайте, однако, рассмотрим цели, которые преследует пункт 1 статьи 494. Во-первых, продажа предприятия — это очень важное, иногда даже судьбоносное решение. Вследствие этого целью данной нормы является предотвратить спешно принятое решение и не допустить заключения подобной сделки. Во-вторых, необходимо отметить, что Гражданский кодекс для менее важных сделок, для менее судьбоносных сделок, как, например, для договора поручительства в любом объеме, предусматривает обязательную письменную форму, несоблюдение которой ведет к ничтожности договора поручительства. И, наконец, в-третьих, пункт 1 статьи 494 содержит требования, в соответствии с которым этот договор должен быть заключен в форме единого документа. То есть выдвигается еще более строгое требование к письменной форме. Таким образом, если учитывать цели, которые преследует пункт 1 статьи 494, можно прийти к выводу, что последствием несоблюдения письменной формы при заключении договора продажи предприятия должна быть, скорее всего, ничтожность. Более того, я почти уверен, что и правоприменительная практика пойдет по этому пути, несмотря на то, что иное обоснование, либо иное решение предусмотрено пунктами 1 и 2 статьи 153. На мой взгляд, можно даже попытаться найти обоснование иного применения пунктов 1 и 2 статьи 153. Для этого необходимо обратиться к сравнительно правовому и телеологическому толкованию данных норм. Пункт 1 статьи 153 был рецептирован из французского права. На самом деле это норма о правилах доказывания. И подобная норма содержится во многих постсоветских кодификациях. Однако, в отличие от других постсоветских кодификаций, гражданское право Казахстана не ограничивает применение этих норм к определенному виду сделок. Так, например, скорее всего, в других правовых системах это правовое последствие, недопустимость использования свидетельских показаний, применяется к сделкам, которые перечислены в пункте 1 статьи 152. То есть сделках, осуществляемых в процессе предпринимательской деятельности, на сумму свыше 100 месячных расчетных показателей, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством либо соглашением сторон. И именно потому, что подобное ограничение не предусматривается гражданским кодексом Казахстана, следует, наверное, каждый раз отдельно проверять правовые проследствия несоблюдения формы сделок. Именно так мы и поступили в случае с пунктом 1 статьи 494, которая предусматривает несоблюдение письменной формы при продаже предприятия. Мы пришли к выводу, что последствием подобной сделки должна быть ничтожность. Однако, легко можно предположить и другие казусы, в рамках которых ничтожность, хотя и предусмотрена непосредственно законодательством в качестве правового последствия, однако она должна применяться ограничительно. Давайте рассмотрим конкретный пример. Пенсионер А заключает с банком Б договор банковского счета. Б попадает в сложное финансовое положение и отказывает А в оплате вознаграждения за использование деньгами, ссылаясь на то, что Б не подписал договор. То есть не была соблюдена письменная форма сделки. В данном случае очевидно, что хотя статья 748 и предусматривает ничтожность договора банковского счета как последствия несоблюдения письменной формы, однако она однозначно направлена на защиту клиента банка. В данном случае ничтожность договора банковского счета приведет к тому, что А не получит вознаграждение и норма не достигнет своей цели. То есть у Б появится возможность злоупотребить данной нормой. Достигнуть приемлемых результатов можно лишь применяя все методы толкования качественно, а также учитывая принцип добросовестности.